МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги. В студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Трехгрошовые опера. Кремль ищет аморалку на московских подмостках. Без документов и под мухой. Кого задержали кировоградские гаишники в машине с перебитыми номерами? Опасности спокойной жизни. Почему протеерей Чаплин предпочитает войну миру? Новое дело против телеканала Интер. На этот раз в Ивано-Франковске. И это уже не Малятка ТВ, а предприятие под названием Франковск-Горсплав, которое занимается металлоломом. Какое отношение оно имеет к медиа, непонятно. Но предприятие решило оспорить законность лицензии телеканала Интер. Отдельный нюанс в том, сколько исков было подано в суд, пока автоматизированная система не выбрала нужного для истца судью. Материал об этом мы сейчас готовим. И буквально через несколько минут все вам подробно расскажем. Последний на этой неделе рабочий день в парламенте, очевидно, был вчера. Сегодня зал полупустой, законов нет, зато есть заявление и отчет Кабмина. Что спрашивали у министров и готовы ли депутаты лишить себя неприкосновенности? Подробнее Екатерина Лысенко. Час вопросов к правительству традиционный. Для пятницы сегодня без премьера. Зато пришли министры. Сначала говорят о децентрализации, потом о Европе без виз. Из 15 задач полностью выполнили только две, сетует Климкин. А 15 декабря – дедлайн. Мы никогда не потрапим до безвизового режима с Европейским Союзом, если будем иметь паспорта пострадянского возраста с клейными фото в них. От безвизового режима переходят к делам на фронте. Наши войскови на передове уже 7 месяцев им не меняли одягу. Скажите, будь ласка, коли вы забезпечите одягом, життям, головными уборами наших войскових? Чи достатньо передбачених державным бюджетом коштей на належное материально-техническое забезпечение Збройных Сил Украины? Хочу одразу ответить – недостатньо. Додатковая потребность в коштах за направлением телевого забезпечения в 15-м году складает 5 млрд 476,9 млн грн. Дальше обсуждают дивиденды. Коли буде порушена кримінальна справа проти керівника Укрнафти за несплату млрд грн. податков? На 22 липня призначені загальний збор акціонерів, на яких буде прийнято рішення по зміні директора. Після 22 липня, після зборів, будуть відповідні зміни. Я сьогодні попрошу пана Насірова, голова ДФС, конкретний план дій. Міністри ушли, але продуктивної роботи в зале нет. Полупусті кресла і сигнальне оголосування показують – закони тут не примеш. Зато Народний фронт рішил бліснути з діями. Ми вийшли з ініціативою, арештування Павло Курченко, державну компанію УТНП передати на безплатній основі Міністерство оборони України. Давайте проголосуємо. Именно Пашинського колеги по парламенту обвиняют в причастності к розхищению і перепродаже цих же арестованних нефтепродуктов. І предложення фронтовіков не підтримують. В цьому питання в нас є великі сумніви. Сумніви в чому? В тому, що ці нафтопродукти взагалі існують. Тому я думаю, що краще... Тому я думаю, що краще з цього питання зробити тимчасову слідчу комісію, яка перевірит стан наявності цих нафтопродуктів. І тоді ми вирішимо, яким чином їх можна передавати. Народний фронт демонстративно покидає зал, а за трибуною час запросів. В куларах говорят о неприкосновенності. Сьогодні Конституційний суд розрішив лишати імунітета як нардепів, так і суддів, одобрив прийнятий в першому чтенні законопроект. 226 голосів в парламенті за цей закон є. Щодо 300 голосів – це питання, але будемо працювати, будемо шукати. Це сьогодні потрібно, давайте відверто говорити, силовим структурам. Після цього суттєво виросте їх вага і їх вплив на національну політику. Ми будемо перетворюватися поступово в поліцейську державу, але у нас немає іншого шляху, ніж як виконати нашу коаліційну вводу. Якщо раптом знімемо всю недоторканність депутатів і дай Бог їм щастя і здоров'я, але не знімемо недоторканності або не змінимо її з суддівської, то зникне така гілка влади, як парламент. Тому що вона невигідна як противага ні президентській адміністрації, ні судовій адміністрації. Щоб лишить неприкосновенності, нужні зміния Конституції і 2 сесії парламента. До конца нынешній осталось 2 парламентські недели. Уже в іюле у депутатів по графику каникулы. І поки вопрос о продлінні роботи не решен. Екатерина Лысенко, Валентина Левицкая, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Венецианская комісія приняла финальное решение по закону алюстрації в Україні. Какой вердикт озвучили европейские эксперты, в чём їх претензії, і почему за полгода українська сторона так і не внесла все правки. Подробні з Венеції. Алексей Пшемицкий. Эпопея длиною в 6 місяців. Ещё в декабре прошлого года венецианская комісія разнесла в пух и прах украинский закон алюстрації. Тогда его назвали крайне плохим и вовсе не европейским. В украинском Минюсте слёзно обещали всё переделать, но сначала тянули, ссылаясь на трудности перевода. Потом ещё просили время. Сегодняшний вердикт венецианки финальный. Тут признают, часть изменений Украина внесла. Но самые серьёзные претензии европейцев остались. Украинская сторона учла не все наши замечания, сделанные в декабре. Люстрация не может быть альтернативой уголовному преследованию. Более того, она не должна ни в коем случае стать инструментом мести политическим оппонентам. Её задача – защита демократии. Вина каждого отдельно должна быть доказана в суде. Закон об очищении власти нарушает права человека, говорят европейцы. Тут также настаивают, что он не подходит для люстрации судей. Особую критику вызвало и то, что закон определяет, кто может баллотироваться в депутаты Верховной Рады местных советов, а кто нет. Тут настаивают – люстрация не может касаться выборных должностей. А сами критерии, кого люстрировать, слишком широкие, говорится в отчёте венецианки. В законе перепутаны три важные вещи – борьба с тоталитарным прошлым, очищение судебной системы и борьба с коррупцией. Документ слишком широко трактует, кто попадает под люстрацию. Это противоречит европейским стандартам. Закон, по сути, даёт нечестным чиновникам возможность решать, кто займёт должность, а кто нет. И это серьёзная угроза правам человека. Закон не должен использоваться для мести политическим оппонентам, чтобы избавиться от неугодных. Но вот в украинском Минюсте этой критики не заметили. Что в Украине люстрация будет, и она будет закончена. Эта комиссия показала, что наш закон соответствует европейским стандартам. И он базируется именно на практике Европейского суда и на разрушениях Европейской Рады. Ещё в декабре венецианская комиссия настаивала, чтобы закон приостановили. Теперь тут не исключают. Дальнейший диалог может перейти в Европейский суд по правам человека. Какое положение, которое не знали поддержки у экспертов Рады Европы, оно проголосовано не должно быть. Иначе мы, скажем так, будем идти не в сторону Европы, а развернемся к ней. Что на сегодняшний день в судах Украины уже есть больше, чем пів тысячи справ, в которых избавленные чиновники оскарживают своё избавление. И я думаю, что если процесс будет продолжаться именно в рамках этого закона, который действует сейчас, мы будем иметь с вами и решение Европейского суда о правах человека, и, соответственно, и Украина будет ещё и обязана выплачивать компенсацию, то есть за рахунок платников податков. Я надеюсь, что украинские власти прислушаются к нашим замечаниям. Но если закон действительно будет нарушать права человека, тогда да, люди смогут обращаться в Европейский суд. Выводы венецианской комиссии – лишь рекомендация. Но к мнению этих юристов прислушиваются наивысшие чиновники Евросоюза. Дальнейшую судьбу закона иллюстрации должен решить Конституционный суд Украины и народные депутаты. Решение венецианки туда передадут в ближайшее время. И если украинские чиновники не прислушаются к европейцам, нам могут грозить санкции по СЕП. Из Венеции Алексей Пшемыский, Василий Миновщиков. Подробности – телеканал «Интер». Оппозиция настаивает. Рекомендации венецианской комиссии нельзя игнорировать, если Украина не хочет выглядеть демократически незрелым государством. По мнению оппозиционеров, снятие неприкосновенности с депутатов приведет к преследованиям тех, кто защищает отличающиеся от властных интересы. А иллюстрация в таком виде, в каком и предлагают авторы закона, приведет к полной деградации государственного механизма. Недостаточно гарантированы права человека, которые подвергаются иллюстрации. По-прежнему закон не гарантирует человеку возможности защиты с помощью адвоката, с помощью суда. По-прежнему остаются претензии к очень масштабному, очень широкому применению иллюстрации. Я убежден, что власти предстоит еще серьезная работа для того, чтобы привести этот закон в соответствии с европейскими стандартами. Скандал с батальоном МВД «Торнадо». Напомню, накануне 8 бойцов были арестованы, а часть из них забаррикадировалась на своей базе. На месте находится Вениамин Трубачев, он с нами сейчас на связи. Веня, здравствуй. Расскажи, что сегодня происходит на базе «Торнадо». Да, Наталья, бойцы роты «Торнадо» продолжают находиться действительно на своей базе в Приволье. Обычно они патрулируют поселок, но сегодня на задание не выезжали. Бойцам уже объявили о том, что их подразделения расформировали. Но в отличие от вчерашнего дня, на контакт с милицейским руководством парни пошли. Правда, комментариев пока никто не давал. И вот мы попытались расспросить местных жителей, но они боятся что-либо рассказывать о торнадоцах. Мы через дорогу живем. Ничего я не могу сказать против них. Не общаемся, не выходим. Они свою функцию выполняют. Ну и все. Также сегодня в Северодонецк прибыла специальная комиссия, созданная для урегулирования конфликта вокруг роты «Торнадо». Сейчас ведутся переговоры, чтобы бойцы как можно быстрее сдали оружие. Также с каждым будет проведена беседа. Бойцы, которых не подозревают в преступлениях, после проверки смогут и дальше работать в милиции. Подразделение готово выполнять все распоряжения министра многих дел. Вопросы завершаются по переформатированию этого подразделения. То есть проблемы все слетые, которые у нас возникали. Напомню, накануне 8 бойцов роты «Торнадо» были арестованы. В том числе и их командиры, и командир подразделения Руслан Онищенко. Их обвиняют в создании организованной преступной группировки. Также похищении людей, пытках и изнасиловании. Наталья. Спасибо, Веня. Вениамин Трубачев о ситуации на базе роты «Торнадо». С нами на связь вышли несколько бойцов батальона «Торнадо». Они предоставили аудиозапись разговора комбата Руслана Онищенко с одним из своих замов с позывным «Маджахет». И этот разговор – доказательство того, что батальон МВД действительно занимался мародерством, беспределом и пытками людей. Обратившихся к нам бойцов мы проверили по своим источникам. Они действительно числятся в рядах добровольцев. И предоставленная аудиозапись не подвергалась монтажу. Без пыток, жизнь, не туда будет. Не жизнь. Когда-то надо сервис. Без ствола. Без ствола. Ничто не поднимает. Без ствола. Так. Когда вы говорите? Без ствола. Он молодец. Он первый раз зашел к этим пидоракам. И прежде чем ебать электрошоком, он взял два электрошока с вершины. Мразь. Я хочу с вами делиться своим ощущением. Философия такова. Если ты готов умереть, имеешь право убивать. Если ты готов терпеть пытки, имеешь право пытать. Это справедливо? Если же ты очко, значит нюхай только очко. Каждый, кто бьет в нос, должен держать удар. Если ты не можешь держать удар, ты не можешь глотать свою кровавую слюну. И не бей. Все те, кто могут терпеть, будут. У него уже есть подвал. Приезжайте, ко мне на подвал. А это вообще-то режиссерская студия. Вообще он, блядь, люббесон у него учат. При сотрудничестве с товаром Викторове не снимает. Очень хороший. Бойцы в эксклюзивном интервью подробностям рассказали также о пытках людей. Пленных удерживали в подвале, били палками, насиловали. Кроме выполнения боевых задач, комбат Онищенко заставлял бойцов отбирать у мирных жителей автомобили и технику. Посмотрите. Задерживались в основном люди в нетрезвом состоянии. Алкоголики, бомжи, которые выполняли у нас хозработы. В основном построить что-то, приварить такое, хозработы. Ну а машины просто отжимались у обычных, у мирных людей. Били их, били палками. То, что на видео, то, что ранее слышал, там изнасиловали действительно мужика одного. Это снимал все от жахета. Пленных у нас постоянно было до 10 человек. Он поощрял это, ну, то есть поощрял, давал, так скажем, зеленый свет. Вот на, то есть это ваши пленные, ну, что хотите, то и делайте с ними. Ну, так прикалывался, там, беспыток, жизнь скучна, там, такое. Вот наркотики, алкоголь. Вот у нас был свой автопарк, как бы, вот, и, ну, то есть цепляли на них свои номера, ну, то есть с названием батальона и ездили, как бы, вот. Вот, ну, или перепродавались. Маджахет, ну, это тоже один из приближенных комбата. Вот, это такой исламист, так скажем, ну, как бы, это сказать, оторванный именно. Вот, именно, ну, очень жестокий, так, не знаю, вот это, что он и снимал, видел. Сам, по-моему, из Белоруссии его. Экстренная пресс-конференция в ГПУ. О чем рассказали военные и генеральные прокуроры, подробнее Татьяна Овенникова. Не прошло и часа, как военный прокурор Анатолий Матиос вернулся в Киев из Лисичанска с базы батальона «Торнадо» и экстренно собрал журналистов. Утверждает, есть все доказательства преступлений «Торнадо». По словам Матиоса, бойцы сами снимали их на камеры мобильных телефонов. Сейчас забаррикадировались. Опытные переговорщики и психологи пытаются уговорить бойцов сдаться по-хорошему. Если не удастся, решение о начале штурма базы «Торнадо», по словам военного прокурора, должен принять глава МВД. Следствие владеет беззаперечными доказами и продолжит их собирать. Знущение над людьми и катывание в виде сексуального насильства именно относительно людей, человеческой стати. Убивство одних из людей после таких катываний. Больше 10 людей, которые так затримывались и фактически над ними действовали насильственные действия. Матиос пообещал, проведет расследование и передаст дело в суд максимум за две недели. Агент-прокурор Виктор Шокин говорил о расследованиях убийств на Майдане. Вручили 144 подозрения в совершении преступлений против участников протестов. Обещает, очень скоро назовут пять фамилий ВИП-чиновников, причастных к убийствам. Дальше о скандале вокруг пожара на нефтебазе под Киевом. Напомню, уже бывший руководитель СБУ Наливайченко обвинил в крышевании, якобы незаконной деятельности компании экс-замглавы ГПУ Анатолия Даниленко. Его Наливайченко считает виновным в экоциде. На сегодня СБУ вызвало Даниленко на допрос. Но в последний момент в пресс-службе ведомство заявили, допроса не будет. Как объяснил сам Даниленко, пришел давать показания по делу. А дела-то и нет. Я пришел сюда, как гражданин, официально дать свидетельство по этой справе, по экоциду, который порушена служба безопасности прокуратуры, сетя 441. Я не втек никуда, я находюсь на территории Украины и не собираюсь никуда втекать. Даниленко также рассказал, что подал гражданский иск против Наливайченко. Будет требовать, чтобы тот извинился перед ним, его женой и детьми. Татьяна Авинникова, Игорь Сули, подробности, телеканал Интер. Новыми подробностями обрастает еще одно громкое дело вокруг обвиняемых в убийстве журналиста Олеся Бузины. Как отреагировали пользователи Фейсбука на пост в этой соцсети министра Авакова. И что говорят друзья задержанных, все детали расскажет Елена Механик. Прошли Майдан, прошли АТО. Теперь Андрей Медведько и Денис Полищук проходят как подозреваемые по резонансному делу. Убийство журналиста Олеся Бузины. Их взяли вчера и вчера же осудили. Два месяца под стражей. У Андрея есть объяснение, почему оказался за решеткой. У нас еще часов не просто с Майдана, а еще до Майдана милиционеры, у нас с ними выходят конфронтации. То есть уже после Майдана, певные люди с 7-го отдела и так далее передавали. Мы вам никогда не простим того, что когда-то была кастетная справа, так званая, когда нас забывали кастетом. И мы эту группу выкрали, взняли, что им нанесло певный урон. У министра внутренних дел своя версия. Аваков ее озвучил накануне. Из этого заседания выявлялось, что вообще фактажа подтверждения этого нет. Громкие обвинения главного милиционера страны возмутили и друзей подозреваемых, и защиту. Высокопосадовцы Министерства внутренних права должны были понимать, что такое презумпция невиновности. Очень удивилась позиция руководства Министерства внутренних прав, которая была высказана следующим образом, если я не ошибаюсь, что все, кто говорит про то, что эти хлопцы невиноваты, такие же злочинцы, как и они. Очень важно что-то комментировать. Это чуют все, это чуют и суды, и прокуроры, и, естественно, и следы это чуют. Но на резонанс, который вызвали клемяющие слова министра, у Авакова готов ответ. Как всегда, в Фейсбуке. Вот его последний пост, правда, уже в отредактированном виде. Тут он слов не подбирает. Безмозглые идиоты и маргиналы с оторванной башкой. Это цитаты. А вот и оригинальный текст. До работы над ошибками. Но не всем в соцсети такие словесные упражнения министра по душе. У попередньому статусе вы называли затриманных злочинцами. Цитую. Сегодня утром преступники были задержаны. Факт злочину может встановить лишь суд. Скандальные заявления министра внутренних дел, скандальный суд. Все это создает вокруг скандального дела, орел сомнений и противоречий. Сама справа фальшировалась прямо в заседании, в зале суду. Когда к ней додавались дополнительные аркиши прямо там, в зале суду. Каждый аркиш справы, ну, это просто посмехово. Я чувствовал, что я вступил в машину часу и опинився в процессе часов режима Януковича над Майданевсами и еще раньше над активистами. Вот только в один вопрос Арсен Аваков до сих пор не внес ясность. Куда же подевался третий подозреваемый по делу Бузины? О том, что задержан еще один, министр отрапортовал в Твиттере сходу. А вот о том, что милиция его отпустила, так как взяли не того по утверждению защиты, Аваков нигде не написал. Юрий Механик, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Побывал в машине часу и вона меня транспортировала до судей в часах режима Януковича. Можно конкретно? Потому что вона была абсолютно аналогична. Судья порушивала массу норм КПК, игноровала решения Европейского суду о правах людини, працювала явно на стороне обвинувачения. То есть, например, она затыкала рот защитникам, она не давала защитникам давать вопрос обвинувачению. Потом она не примушила обвинувачения давать ответы, как они могли бы давать ответы. Это из-за стороны судей. Потом, в процессе, прямо в процессе, фальшировалась сама справа. То есть, в процессе додавались до справа какие-то новые документы, которых не было на начале. И на основе этих документов, как будто были какие-то решения приняты. Потом, например, абсолютно ключевый абсурдный момент, потому что процесс вчерашний был щодо чего? Щодо того, что он ухилялся от следствия, и что он будет от следствия дальше ухиляться. Так что, доведено, что он будет ухиляться, поэтому его должны посадить в СИЗО на два месяца. Так вот, аргументом главным было то, что он ухилялся от следствия. Так? Но, на самом деле, как было выявлено в суде, как выявилось, милиция еще десь с лютого или с березня месяца за ним следовала. Были действия, проведенные постоянные видеоспостережения, аудеоспостережения. То есть, он постоянно был на прицеле в милиции. Что, они не могли дать ему повестку? Расскажите еще о деталях суда. Вы как бы в общих каких-то чертах. Нет, ну вот, это, что я только что сказал. Это конкретная деталь. Понимаете? Милиция стверждает, следы и ПКО стверждают, что он ухилялся от следствия, что они не могли давать, но они за ним следовали. То есть, они могли спокойно дать ему повестку. По-друге, они следовали за его мамой, даже без соответствующих дозволов на это. По-третье, в справе криминальной, которую они подали, есть корешки от повесток, которые они, как бы, в почту кинули. Так вот, что интересно, это повестки по другой криминальной справе. Там номеры совсем другие. То есть, это прямое фальширование доказательств. Хорошо, вы можете прокомментировать улики обвинения, все-таки против них что-то... Так вот, в основном, скажу, что, в стране защиту, там было три очень фаховых адвоката, и они взяли справу и посторинково подивились на каждый так называемый доказ. Там нет никакого прямого доказа, и на самом деле все так называемые доказы, они один одному соперечить. Одни святки говорят, что машина... Что вы имеете? Например, одни святки говорят, что машина есть однией модели, так? Инши святки говорят, что машина есть совсем другой модели, так? Инший, один из главных святков, который должен быть один из главных святков, он говорит о том, что он узнався про это убийство, в самом деле, из фейсбука Антона Герашченко. Но поэтому он выступает как один из главных святков, в целом, этого события. Потом, например, там есть один из главных святков, тоже Айзербайджанец, который, даже видно, что он русской мовой не знает, так? Но, как бы, допит с ним проводился украинской мовой. И он потом подписывает, что он все прочитал и все понимал, в общем-то говоря. То есть, даже такие диссонансы в этом всем. То есть, по всем так называемым доказам следствия, нет никакой реальности. И больше того, интересно, что, на самом деле, показываю, что это все судилище, спланованное, что министр внутренних справ, один из самых главных святков правоохранительных органов державы, заздалегидь у себя в блозе на фейсбуке поведомил, что эти люди уже злочинцы. То есть, он уже принял решение по ним, понимаете? Ну, явно, это все сплановано и организовано. Как вы думаете, почему это все закончится? Ну, смотрите, я считаю, что дали вказовку прямую судам и следствиям покорам этих хлопцев посадить. То есть, это в вашем случае... В незалежности, так, незалежности от того, чьи они справжні, винны, чьи не винны. Кто мог дать так? Аваков, безусловно Аваков. Потому что, как вчера было, когда три народных депутата хотели взять Медведка на поруки и подали соответствующие документы, в частности, я, Игорь Луценко, Андрій Ленко. Судья что-то на хвилинку завагалась, она что-то испытывала, потом выделилась, и очень долго ей не было, так? В таких случаях, знаете, зазвичай, очень быстро выдается решение. А там ее даже другого не было. Я подозрю, что она как раз телефонировала наверх и спросила, а что же делать с этими народными депутатами? Хорошо, последнее. Развалится дело или нет? Если смотреть на суд с юридической точки зрения, если пропустите, что у нас раптом появится честный суд, который будет раптом все честно расследовать, тогда там нет справа, как такое. Там нет никакого реального доказа. Возьмем, наверное, то самое ДНК. Спяток Аваков заявил, что у них есть доказы ДНК, саме ДНК Медведка. А потом выявилось, что они ДНК взяли у мамы Медведка, нібито, с ее жувачки, которую она когда-то выплюнула, и они за ней следовали по улице и подняли эту жувачку. Ну, по-перше, женщина летняя пращает выхователем в детстве. Она в Залите заявила, что в последние 10 лет в Залите не жувала жувачки. Так? По-перше. А по-друге, ну, выявите себе, в Залите, что это значит. Я поняла. Спасибо вам большое. Спасибо за все подробности. Юрий Левченко, народный депутат, был у нас в эфире. Одесса в ожидании эксперимента, который затеял новоназначенный начальник областной милиции, грузин Георгий Ларкепанидзе. А удастся ли ему разворушить коррупционное гнездо в отдельно взятом регионе, расскажет Андрей Анастасов. Операция «Ликвидация» – деятельность в Одессе бывшего замминистра внутренних дел Грузии в народе уже сравнивают с сюжетом популярного телесериала. Мол, получится ли у него, как у Давида Гоцмана, победить разгулявшуюся преступность, а самое главное – коррупцию в рядах самой милиции. Сегодня Георгий Ларкепанидзе записал видеообращение к одесситам и к своим коллегам. Я понимаю, что здесь очень низкие зарплаты, очень трудно работать. Это не оправдание того, что взять. Если кто-то хочет деньги, идите в бизнес. Вот сейчас я с сотрудниками говорю, даже никто не скрывает, что брали деньги. Кадровые чистки в одесской милиции будут, говорит лорд Кепанидзе. Для начала сменит всех своих замов и начальников управлений. Я думаю, что он может навести порядок с валом квартирных краж, разбойных нападений, борсеточников. Это то, что напрямую крышуется милиция, там достаточно взять банды, посадить, и на этом оно быстро очень закончится. По мнению экспертов, новых людей в одесском главке все равно будут назначать только после согласования с МВД. Дескать, вам тут не Грузия, где можно было контролировать всю систему и действовать без оглядки. Как бы они не пошли наступление на коррупцию, это всего лишь только один регион Украины. Все равно решения принимаются в Киеве. И в Киеве есть колоссальное сопротивление изменениям. Еще один нюанс, куда денутся уволенные милицейские бонзы. Эксперты уверены, их переведут на какие-то неприметные должности. Они там отсидятся, а потом снова всплывут. Возможно, просто в каком-то другом регионе. Ведь это обычная практика для нашей милиции. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. И первое, что уже сделал новый начальник одесского главка, это снял вооруженные блокпосты по всей области. Лордкипонидзе распорядился у братьев, чтобы не вызывать чувство тревоги у жителей и у туристов. Оружие приказал сдать в милицию. Вооруженные комнаты в управлении МВД сообщили о том, что блокпостов со вчерашнего вечера нет. Без документов на машине с перебитыми номерами в состоянии алкогольного опьянения. В Кировоградской области инспектора ГАИ задержали начальника одного из райотделов милиции. Ладу с киевскими номерами остановили для проверки от водителя. А это оказался начальник Александровского райотдела Сергей Козяр. Разила спиртным. Пройти тест на алкоголь на месте он отказался. Экспертиза в наркодиспансере подтвердила. Милиционер пьян. Документов на машину у него не было. На кузове и двигателе отсутствовали номера. В отношении подполковника составили три протокола. Козяр на своей должности уже год. В органах с 95-го года после инцидента внезапно занемог и отправился на больничный. Объединить усилия СБУ, МВД и Генеральной прокуратуры в борьбе с коррупцией потребовал от руководителей этих структур президент Украины. Сегодня он провел совещание с силовиками. Исполняющими обязанности главы СБУ поручил до конца дня подать представление об увольнении всех замов и начальника следственного управления. А также очистить службу безопасности от влияния политических партий. Особое внимание Петр Порошенко обратил на необходимость борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, чему должно способствовать снятие депутатской неприкосновенности. Подраздели СБУ, подраздели Министерства внутренних справ, нехай они еще не начали работу, но залучайте до процесса антикоррупционное бюро, антикоррупционное агентство, подраздели податковой милиции. И в координации Виктора Миколаевича с Генеральной прокуратурой мы должны продемонстрировать эффективную взаимодействие, которая, снова таки, чтобы мы свидетели не по количеству порушенных справ, тут мы мастера, а по количеству выроков судов. Российские прокуроры проверяют на прочность театральную классику. Что они ищут и почему рупор РПЦ Всеволод Чаплин против мирной жизни? Расскажет Данил Русаков, наш САПКОР в Москве. Идеологической ревизией произведений мировой классики назвали некоторые деятели искусство неожиданную прокурорскую проверку театрально-культурного центра Мейерхольда в Москве. Копию направленного запроса публикует новая газета. В тексте документа спрашивают, правда ли, что в репертуаре есть многострадальный тангейзер Антони и Клеопатра, а также «Золотой петушок» и «Трехгрошовая опера». Дальше больше прокуроры очень хотят узнать, кто был режиссером и какие эпизоды из пьесы, которую назвали сценарием, вошли в сценическую постановку. Ну и на закуску, кто это безобразие вообще разрешил. Намекают на худсовет, как орган цензуры в советские времена именно он отправлял, что называется, на полку новые фильмы. Спектакли, кстати, тоже запрещали. Интересно, что по законам современной России деятельность подобных кружков никак не регламентируется. То есть спектакли можно ставить без худсоветов, но прокурорам все не имется. Парадокс, они теперь требуют разрешительные документы этих, по сути, нелегальных органов. Это надо рассматривать исключительно в контексте всего того, что происходит в стране. Вот сейчас вся ущербность, которая долго копилась в каждом отдельном гражданине, она может легко, так сказать, перелиться на бумагу и пойти бурным потоком в прокуратуру. И чем-то похожим на пропаганду пользы войны занялся в эфире радиостанция «Эхо Москвы» деятель РПЦ Чаплин. Он сказал, что мирная жизнь вредна и надеется, что скоро она закончится. Своё оптимистическое предсказание священник даже снабдил фразой «Слава Богу». Причём признавинованный им конец спокойной жизни связал с возрождением духовности, в жизни общества. Для тех, кто внимательно следит за обильными контактами РПЦ и Кремля, произошедшее своеобразный сигнал. Неужто клирики что-то знают? Если знают о каком-то конце весьма условного мира, то что же это на самом деле такое? Данил Русаков и Олег Неведомский, Московское бюро телеканала «Интер». Кремль негодует. Аресты госактивов России по делу ЮКОСа продолжаются в европейских странах. Как отреагировал главный дипломат Федерации и какие страны на очереди? Подробнее Геннадий Вивденко. Россия ответит взаимностью. Так прокомментировал аресты российских госактивов главный дипломат Сергей Лавров. Вот только тепла в этом порыве чувств скорее не найдётся. Сам Лавров не расшифровал, какова же будет эта взаимность. Но вот вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев, а именно этой компании и досталось имущество ЮКОСа, предложил арестовать все французские активы на территории Федерации. Сам же Путин, выступая на инвестконференции в Петербурге, сегодня, что называется, и бровью не повёл. Обещал развивать условия для работы инвесторов в России. Активное взаимодействие с новыми центрами глобального роста ни в коем случае не означает, что мы с меньшим вниманием намерены относиться к диалогу с нашими традиционными западными партнёрами. Уверен, такое сотрудничество будет обязательно продолжено. Акционеры ЮКОСа оценивают убытки, нанесённые в России в 50 миллиардов евро. Столько им обязал вернуть Москву гагский арбитраж ещё год назад. Аресты российских госактивов начались ещё позавчера в Бельгии, Австрии, Франции. В частности, примечательно, что Франция арестовала имущество госагентства Russia Today и ТАСС. Сам же бывший глава ЮКОСа Михаил Кодраковский, проводимую сейчас и, возможно, будущим российскую политику, комментирует неизменно. Путинская Россия идёт путём самоизоляции. Но эта дорога ложная, и после Путина ситуация неизбежно изменится. Тем временем акционеры ЮКОСа заявляют, что аресты госимущества России продолжатся. На сей раз это должно произойти в США и Великобритании. Геннадий Веденко, Владимир Дедов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности. Вот что у нас во второй части. Кому принадлежит сердце Франсуа Аланда и на какие деньги живёт без пяти минут хозяйка Елисейского дворца? За границей нам поможет. Сколько американский Сенат заложил в военный бюджет для украинской армии? И у нас готов сюжет о новом судебном иске против телеканала Интер. Как Франковск-Горсплав вдруг превратился в металлобаза продакшн и какие у него претензии к Интеру? Давайте посмотрим. Ивана Франковска, окружной админсуд. Именно сюда обратился Франковск-Горсплав. Подали 11 исков. Все против телеканала Интер. Само предприятие по документам занимается продажей металлолома. И не только. 11 июня металлобаза решила заняться кино. Уставе так и записали изготовление кинопродукции. А через несколько дней начала засыпать суд исками против Интера. Почему-то считают, что действие лицензии нашего телеканала закончилось ещё в 2001 году. Принадлежит компания Николаю Ризнику. Как мы выяснили, он не только бизнесмен, а ещё и помощник нардепа от Народного фронта Анатолия Дырева. Интересно, что на официальном сайте Верховной Рады Ризник, как помощник нардепа, не числится. Мы созвонили с Анатолием Дыревым, чьим советником является Ризник. И вот, что он нам сказал. Так, как у меня работал на бюджете, я работал с всеми помещниками, а сейчас работаю на Гарманских засадах. Зарегистрирована металлобаза продакшн в городе. По указанному в регистрационных документах адресу жилая многоэтажка. Соседи говорят, тут живёт Николай Ризник. Уже четыре года. Но чтобы здесь было предприятие, такого не слышали. Рабочих не видели. По телефону директор Франковского горсплав объясняет. Мол, решил попробовать новый вид деятельности. Правда, признаётся, не очень с ним знаком. А ещё рассказал, оказывается, подать иски его попросили простые жители Франковска. Кто именно, не говорит. Но они, мол, предоставили какие-то документы. Почему подал аж 11 исков, объясняет. Всё просто, говорят юристы. Такое количество исков неспроста. Это лазейка для мошенников. И они её часто используют. Чтобы обмануть систему, которая произвольно выбирает судью на поданный иск. Пока система не остановится на нужном для истца. И что мы видим тут? Мало того, что справа находится достаточно дивно в Ивано-Франковске. Позивач, он обратится с многими позовами, идентичного с городом. Справы расписываются на разных судьях. Я так думаю, что среди этих людей не видят знакомых. И потом идут ещё два позовы. И уже потом один позов залишается, а всё решение 10 откликается. И фактически система обдурена. Иски, поданные в суд в Ивано-Франковске, вызвали целую волну негодования. Народные депутаты не стесняются в выражениях и иначе, чем настоящий рейдерский захват, это не называют. И даже говорят, кто стоит за этими нападками на канал. Рейдерские атаки на независимые средства массовой информации от чинной влады стали регулярными. У них есть просто попытка уничтожить новости, как такие. То есть, або новости, которые подобаются уряду, або никаких новостей. И, честно говоря, я не удивлюсь, если между теми, кто сегодня подал такой позов, и теми, кто совершил такие словесные атаки, виявится, что есть какой-то взаимозвязок. В часы Януковича таким самым способом чинились рейдерские атаки на предприятия, на промышленность предприятия. Но даже Янукович не доходил до того, чтобы чинить рейдерские атаки на засобы массовой информации. В законности своих действий на 100% уверены в надсовете по телевидению и радиовещанию. Говорят, лицензия была продлена абсолютно законно. А если это кому-то не нравится, отстаивать свою позицию готовы даже в суде. Мы в свое время, когда рассматривали вопрос о продлении лицензии Интера, очень внимательно изучили этот вопрос, проанализировать предыдущую историю этой лицензии. Мы не нашли оснований для того, чтобы не продлевать лицензию Интеру. Мы, естественно, будем отстаивать свою позицию в суде. По решению суда, если мы будем с ним не согласны, подавать соответствующие апелляции, касации и так далее. Аж до того момента, пока то или иное решение не вступит в силу. Напомню, нападки на наш канал продолжаются со стороны представителей Народного фронта почти полгода. Мы будем и дальше разбираться в этой скандальной истории. И в ближайшие дни подготовим очередную серию нашего расследования. Анна Каменева, Кристина Гошенко, Юрий Голубинка. Подробности телеканал Интер. Несмотря на принятое над советом законное решение о продлении срока действия лицензии, продолжаются попытки использовать любые незаконные методы для того, чтобы не дать телеканалу продолжить вещание на аналоговых эфирных частотах. Речь об этом идет в официальном заявлении Интера. На этот раз для принятия незаконного решения используется судебная система. Истец обошел автоматизированный документооборот в админсудах, что говорит о намерении обеспечить контроль за распределениями материалов на конкретного судью. Целью таких манипуляций может быть принятие неправового решения. В заявлении телеканала также говорится. Все это является продолжением политического давления на Интер. Некоторое время назад нардепы от Народного фронта, Книжицкий, Левус и Пашинский, публично выступили с рядом лживых и провокационных заявлений. Под надуманными предлогами осуществляются попытки реализовать сценарии рейдерской атаки и незаконного захвата Интера. Телеканал оценивает такие шаги, как системное давление на независимые СМИ и наступление на свободу слова в Украине. Руководство Интера уже направило письмо в ГПУ, Службу безопасности Украины, администрацию президента, министру юстиции с просьбой обеспечить соблюдение законных интересов телеканала Интер. Обыск в апелляционном суде Киева. Сегодня около 9 часов утра в помещение ворвались вооруженные люди в балаклавах. Они представились с сотрудниками СБУ, заблокировали входы, выходы. Что происходило внутри здания суда подробнее Егор Логинов. С самого утра попасть в здание апелляционного суда обычные посетители не могут. Двери закрыты изнутри. На входе человек в балаклаве, который сообщает всем приходящим. Суд не работает. Суд не работает, мне сказали. Что я даже не могу взять ухвалу суда, чтобы мне оскорбить решение. В зале, что сегодня суд не работает. Никогда, да? Наверное, да. Надо дать квитанцию, всего-навсего. У меня пятидневный срок. Там два молодых, ничего не объясняющих. Не пропускают. Кажут, суд не работает. Кажут, какие следственные действия. Но я не вижу, где тут следственные действия. Где постановка следственного суда? Где она? Нет ее. То есть, они захопили строительство. Все, неизвестные люди. Работников суда просят предоставить удостоверение. Пропускают не всех. Происходящее они комментируют неохотно. Вон там мальчики у двери вам прокомментируют. А что они робят там зараз? Не знаю. Стоят, вы же видите, масочка. Стоят, двери держат. Ближе к трем часам дня к журналистам подходит судья апелляционного суда Олег Присяжнюк. Показывает фотографии людей в балаклавах и рассказывает, что работа в здании суда полностью парализована. Второй этаж закрыт. В некоторые комнаты никого не пускают. Вот в такой форме приходили работники. Я так понял, СБУ. Это новая эмблема СБУ, наверное. Честно говоря, в балаклавах, с разным видом оружия. Он с кармана достал смятый шеврон, где написано, что это СБУ. Вот это и все было его объяснение. Суды нам сегодня взорвали все. Ближе к вечеру ситуацию немного прояснили в генпрокуратуре. Это не рейдерский захват. Все нормально. Хочу их пользоваться. Будет официальное заявление. Подождите немножко час. Подождите, мы все скажем. К вечеру на официальном сайте ГПУ не строчки, а происходящем в апелляционном суде столицы. А источники в самом суде нам сообщили. Обыск проводился у председателя апелляционного суда Антона Чернушенко. Уже изъяты документы и серверы. Егор Логинов, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Обыски в газете Вести проводятся с целью введения цензуры. Так считают в парламентском комитете по вопросам свободы слова. Вчера, напомню, в медиахолдинг нагрянули следователи государственной фискальной службы. Когда силовые структуры захватывают помещение, в котором находится редакция, полностью парализуя деятельность, изымая оргтехнику, изымая сервера, фактически блокируя выход из здания, то это называется не расследованием, это называется войной на уничтожение. Нет ни одного решения суда, которое бы останавливало нашу государственную регистрацию. Деи, которые были выполнены государственными посадовцами, есть, на наш взгляд, противозаконными и отвертым наступом на свободу слова. Мы обратимся к украинских международных организаций, объединяемся единым фронтом против политики уряда по установлению цензуры, принижению свободы слова. Рюкзаки на 3000 гривен для АТО якобы закупило Министерство внутренних дел, правда, бойцы их не видели, но 14,5 миллионов уже перечислены частным структурам, и, как выясняется, среди них, возможно, есть те, которые входят в бизнес-империю главы МВД. Подробнее Роман Бачкала. 500, 800, 1200. Цены на военные рюкзаки в интернете. В магазине немного дороже, но не в разы. Вот самый дорогой из украинских. Модель Киборг, 100 литров. Это вот полторы тысячи гривен, да? Да. Стоит такой рюкзак, большой, достаточно вместительный. Что вы скажете по поводу его прочности? Это кордура тысячная, ткань, которую можно тереть об асфальт, если ничего не произойдет. Но рыночные цены – это одно, а госзакупки – другое. МВД приобрело рюкзаки по 3000 гривен за штуку. На общую сумму 14,5 миллионов. Мы выяснили это, изучив вестник тендерных закупок. Цена совершенно безумна. Я пытался найти, ну вот в открытых источниках, не секретных каких-то, рюкзаки по такой цене, как вот куплено. Мне, к сожалению, не удалось. Не удалось мне так, скажем так, гривен на 500. Редактор сайта «Наши гроши» Юрий Николов специализируется на выявлении махинаций с госденьгами. История с рюкзаками для МВД, иначе как аферой, назвать не может. Здесь заверсту пахнет большими деньгами, скажем так, нечестно заработанными. Потому что увидеть такую цену закупки, увидеть какие-то совершенно покладочные конторы в поставщиках, то есть это не производители однозначно, увидеть, скажем так, совершенно таинственную историю с тем, что вы на самом деле купили, обычно это предмет деятельности для следователей. Беда в том, что тут все покрыто мраком антитеррористической операции. То есть под эту сурдинку у нас списывается крайне много. На днях нардеп Сергей Каплин распространил документы, с которого следует, что некая фирма-инвестор в конце прошлого года договорилась с МВД о поставке крупной партии рюкзаков. Заступник министра внутренних справ Чебутар сприяє господарской деятельности ПАД-инвестор. Чебутар в ходе особистых встреч с главой управления вищевказанного товариства домовился и обговорил основные положения победы. Фирму-инвестор мы разыскали в Харькове. Ее директор Марина Єпишина не скрывает. Компания входит в сферу бизнес-интересов министра Авакова. Арсен Борисович, когда стал государственным служащим, не министром даже, а когда он еще стал губернатором Харьковской области, он все свои акции переписал либо в управление, либо на Инну Дмитриевну его жену. Она имеет полное право иметь акции в этом акционерном обществе. Впрочем, факт поставки рюкзаков и вообще чего-либо для МВД госпожа Епишина отрицает. И действительно, формально за поставкой стоит вовсе не инвестор, а никому не известная фирма-прокладка. Вместо того, чтобы рассказать, какие именно рюкзаки были куплены за столь нескромные деньги, Министерство внутренних дел ограничилось вот этой отпиской, чем посеяло еще больше сомнений. Но упрямые цифры говорят об обратном. Весник госзакупок, в отличие от чиновников, врать не может. И мы выведем их на чистую воду. Роман Бачкала, Лидия Калинина, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. В воскресенье в итоговой программе Роман Бачкала подробнее расскажет об этом скандальном деле. Не пропустите подробности недели в 8 вечера в воскресенье. Количество вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса достигло полутора миллионов человек. Это только по официальным данным. Безработица, отсутствие жилья. В этом центре для беженцев под Киевом живут около 200 человек. Трудоустроены, по их словам, единицы. С Луганской и Донецкой пропиской их просто нигде не берут. Допомога переселенцам, те, что выделяется государству, катастрофичных вести, а больше, то они затримуются. Виплати затримаются до месяца, до двух месяцев. Что до працеволоштования, звичайно, что находят працю, но сказать сегодня, что эта праца для всех стабильная, то нет. Мы внесли все законопроекты в парламент. Как изменить пропускную систему? И как сегодня принять программу государственной поддержки людей, переселенцев? Мы готовы показать, рассказать, объяснить нашему правительству, нашей власти, как это сделать. Но мы не видим желания. Евросоюз обещает миллиард семьсот миллионов евро на поддержку переселенцев из Донбасса. Сегодня об этом им лично рассказал еврокомиссар Яхан Асхан. Он специально приехал в Харьков пообщаться с переселенцами. Побывал в лагере «Ромашка», где люди живут уже год. Посетил волонтерские центры помощи. Он общался с бизнесменами ЕС. По его словам, поможет финансово в создании 15 центров развития малого и среднего бизнеса в Украине. На это выделяют 55 миллионов евро. Мы не станем требовать вернуть деньги, но их выделили, чтобы что-то было создано. Мы намерены внимательно следить, чтобы эта помощь действительно дошла до малых и средних предприятий. Робот в Берлинской опере, обязательные асаны для индийских чиновников и 11 часов полета в отсеке шасси. Об этом и не только в нашем обзоре. 11 часов и 13 тысяч километров в отсеке шасси. Двое мужчин из ЮАР так захотели попасть в Великобританию, что пошли на смертельный риск. В аэропорту Йоханнесбурга они незаметно пробрались к самолету и спрятались в отсеке шасси. Но всего за несколько минут до посадки лайнера один из мужчин сорвался. Второго горе-мигранта обнаружили уже в аэропорту. Он нуждается в медицинской помощи. Спать на улице в самую холодную ночь года. Более 200 бизнесменов и топ-менеджеров в том же Йоханнесбурге променяли теплые и удобные кровати на картонные коробки у костра ради благотворительности. Бизнесмены решили поучаствовать в акции по привлечению средств для помощи бездомным детям. И лично испытать, как это оказаться на улице без денег. Побережье в Южной Калифорнии стало ярко красным. На пляж выбросило сотни тысяч крабов. Неприятный сюрприз ждал тех, кто хотел понежиться под калифорнийским солнцем. Им пришлось собирать мертвых ракообразных. Крабы мигрировали с юга, поскольку вода в их привычном ареале стала значительно теплее. Все пополам. В Германии обиженный муж, полагая, что жена ему изменила, после развода решил исполнить вердикт суда буквально. Он распилил все имущество. Видео с подписью «Спасибо за 12 прекрасных лет, Лаура, ты и правда заслужила половину». Мужчина выложил в интернете. Свою собственность немец выставил на онлайн-аукцион. Предложения здесь самые разные. От половинки плюшевого мишки до полмашины. Индийские чиновники, пилоты и силовики отрабатывают асаны. В воскресенье страна готовится отметить Международный день йоги. Премьер-министр Нарендра Моди даже приказ отдал. Все высокопоставленные чиновники обязаны знать основные позы. Сам Моди большой поклонник духовной практики. В прошлом году он даже ввел в правительстве должность министра йоги. В космической опере Берлина вместе с мастерами вокального искусства выступит робот. Постановку «Моя квадратная леди» артисты готовили вместе с учеными. В спектакле робот Мион совершает путешествие в мир человеческих чувств. Его задача научиться выражать эмоции и попробовать также проникновенно исполнять оперу. Спектакль длится почти три часа. Франсуа Аллад, похоже, больше не одинок. На официальных мероприятиях рядом с ним то одна женщина, то другая. И французы гадают, кого же он выберет. Из Парижа подробнее София Гордиенко. Когда на торжественных мероприятиях глава государства один, то, во-первых, это некрасиво. А во-вторых, намек избирателю. Непонятный человек. То ли дамы его избегают, то ли он их. А для Франции оба варианта. Не камильфо. То, что произошло во время визита испанской королевской четы, заставило всю Францию опять говорить. Вот у триумфальной арки они вдвоем, а он один. Впрочем, пока король Филиппо что-то пишет в книге памяти, Алланду удается переброситься парой слов с королевой красавицей. И даже по-гусарски поправить шевелюру. К третьему дню пребывания короля Филиппо и королевой литицы, судя по всему, Алланду быть в гордом одиночестве надоело. Во время торжественного ужина все как всегда. Он спускается с крыльца один, проводит гостей в Елисейский дворец. И тут приезжает еще один автомобиль. Возгласы недоумения в толпе фотографов. Сигален Рояль – бывшая подруга, мать его четверых детей, а нынче министр экологии. Если ее приезд прессу удивил, то вот это фэмили-фото после ужина сразило на повал. Все четверо стоят и улыбаются, как две семейные пары. Пресса задалась вопросом, а что это было? Что могут подумать люди, увидев это фото? Да ничего такого. Третий номер в правительстве приехала поприветствовать королеву Испании. Нужна была министр женщина. Ну, я и мобилизировалась. Правда, мобилизация одной женщины не понравилась другой. И вчера все камеры засекли Жули Гае, неофициальную спутницу Алланда во время торжеств с ветеранами Второй мировой. Она хоть и не была под руку с президентом, но очень близко. А он хоть и стоял, как обычно, один, уже был не сам. Буквально за неделю Франсуа Аллан поменял имидж. Теперь он нормальный француз, окруженный дамами. Теперь от него ждут еще одного мужественного шага. Признание хоть одной из этих дам своей. София Гордиенко, Василий Трюшковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. И буквально через несколько минут в нашем эфире стартует ток-шоу «Черное зеркало». Как всегда, будет интересно, содержательно. Не пропустите сразу после подробностей. А я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин